Доброе упорядкование территории, проблемы с эксплуатацией земельного участка, подведение инженерных коммуникаций до новых районов жилой забудовы. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня в доме Гомельского райвы Канкама прием граждан. Загученными питаниями и даденными дорушениями ознайомились наши корреспонденты. В уголе Гомельский район можно лишиться в какой-то ступени прикладом о работе с насельством. Только в этом году больше 400 выездов на территорию населенных пунктов для проведения суместных приемов. Каждый день промыть телефонные линии, плюс встречи в режиме живого диалога. Как вы, не кольк из воротов у высшей стоячей инстанции селета сократилось амально 10%. Правда, непосредственно у райвы Канкам люди звертались больше часто. Но мясовые улады расценивают это как позитивную тенденцию. У нас увеличение к прошлому году, что не может, с одной стороны, вроде как и огорчать, а с другой стороны, наверное, это позитивный момент, когда больше обращений поступает именно в районную вертикаль. Это говорит о том, что растет доверие к руководству района, к тем вопросам, которые организовываются и выполняются на местном уровне власти. Хоть на этот раз на прием до помощника президента и инспектора по Гомельской области Юрия Шулейки пришли не только из Гомельского района. Первый наведывальник – Жихарка нового микрорайона «Дрозды-2» у Мазыры. Ситуация у нечем типовая для территории с новой забудовой. У домах нема воды. Проставники Рывы Канкама проблему обещают вырешить в первой половине наступного года. По великим рахунку, эту информацию можно было бы агучить людям и на месте. Но в любом случае приема Мазыранка остается задоволена. Называйте мне дату подключения. Дату подключения, но я с подрядчика перед ответом говорила, что где-нибудь апрель он заканчет эти сети удостановлены. То есть июнь месяц начнется свободное подключение, да? Ставьте, позвоните мне потом в июне, будет у вас вода. Ну на зиму она объективно там нужда не нужна, но 140 мы подключим. Предприниматель Дмитрий Вагин из Ветковского района в последний час приезжает практически на все приемы, которые проводятся в руководстве Розного Узровня. В свой час и он набил просто аукцион земельный участок. Документы, на которые были оформлены с помылками. Теперь спробует не их вырешить эту проблему. Бо користаться значной часткой территории не льга. Ситуация для предпринимательника тем больше критичная, что земля набивалась для вырошивания ягод. Новоцаженцы уже набитые. У меня сейчас стоит 500 кустов готовых выставок. То есть в среднем куст нормальный плодоносящий стоит 100 рублей. Я хотел осенью высаживать, а сейчас получается не могу усадить. Сколько их за зиму куда-сюда пропадет, тоже неизвестно. Допустим, если прошлой зимой 70 кустов, грубо говоря, на 100 рублей, вот пожалуйста. Могу дать совет. Поближе друг к другу с пангонтом, любой плотности. Я все так и сделаю, но как бы тоже время уходит, а решений никаких нет. Мужики, решайте вопрос. Цепляйтесь за юридическую базу, которая есть. Оформление того, что участок не соответствовал сегодня сформированным условиям. И решайте вопрос. За две годины на приеме у помощника президента инспектора Пагомельской в области Юрия Шулейки 11 наведывальников. Для некого важно усталявать помник на могиле деда-героя социалистичной працы. Некого клопотить в питании высокой арендной платы для развития бизнеса. Сярода гученных просьбов так само. Будовничество дорог у сельской мясовости и выделение земельного участка. После завершения приема Юрия Шулейка подводит выник и робит заключение. Многие пытания можно было бы вырешить ясно на месяце. Это явные недопрацовки мясовых органов улады. Мы понимаем, что есть ряд заявителей, которые ходят к всем руководителям и не решают те вопросы, потому что они давно уже не решаемы. А есть ряд вопросов, которые сегодня районы могут решить, могут информировать и могут сегодня донести до заявителя то, что необходимо, что и сегодня интересует человека, который проживает в данном районе. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель».